Для соединения с отделом судопроизводства по уголовным делам нажмите цифру 3 Здравствуйте, скажите пожалуйста, я вот сейчас получил письмо из Санкт-Петербурга в город Мурманск Мамай Владимир Владимирович, мной подавалась конституционная жалоба Пришла информация о том, тут ваш телефон указан Коваленко Валерия Андреевна Помощник судьи Григорьева Кривенко А? Кривенко А, Кривенко, да Якобы о том, что я пропустил срок на подачу конституционной жалобы Последний день приходился на выходной день Поэтому не 5 числа, а 6 числа заканчивался срок на подачу конституционной жалобы Соответственно, в последний день она была подана В понедельник 6 числа Жалоба на что? На приговор Какой входящий номер? 7у-3085-2023 Так, вот подключил Вот на странице 2 данного письма мне для сведения прислали Написана ссылка на часть 2 статьи 128 УПК Российской Федерации О том, что срок оканчивается, значит, если исчисляется месяцами То соответствующее число последнего месяца То есть, по логике оканчивается 5 числа Но 5 число это не рабочий день Далее судья до конца не дочитал Или тот, кто составлял вот этот документ Что 5 число это было воскресенье Соответственно, как сказано в этой части 2 статьи 128 УПК Срок заканчивается в следующий рабочий день То есть, 6 числа И 6 числа была подана касационная жалоба Соответственно, никакого срока не было пропущено И основания для возвращения дела обратно в суд первой инститации не имелось Так, а мы у нас... Мамаев Владимир Владимирович Рассужден У меня возникает уже четкое убеждение Что вынесли заведомо незаконный приговор И препятствовать, чтобы его отменили этот приговор Как я это сначала уголовно получал окуса приговора Так же, как я не знаю, как я выключил Укуса и приземлилась Это 22-го получен прижал на 5-го августа 22-го года Вы получили 5-го августа А данный момент специально Как вы получили сдачу жалоба Первый, что жалоба Сейчас мы получили Пристекал 24-го, 24-го часа 5-го сентября 23-го Естественно, я бы 5-го подал, если была возможность Но 5-ое, это было воскресенье Ничего не работало Ни суды, естественно, не работали Даже почта не работала у нас Ну и как бы срок не пропущен Потому что если мы статью до конца дочитываем Там четко же сказано Что если окончание срока приходится не на рабочий день То этот срок считается следующий Рабочий день следующий За вот этим нерабочим днем Давайте я вас помощником Сорильную трубочку не положить М-м-м М-м М-м-м-м-м М-м-м-м-м! Субтитры создавал DimaTorzok